В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. В Черкесске без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 11-13, а днем 21-23 градусов тепла. Горец с душой поэта. Под таким названием в Учкикене прошло мероприятие, посвященное творчеству Расула Гамзатова. На нем говорили о творчестве поэта, читали стихи, исполняли песни. На его стихи на разных языках. Подробности у Али Баташева. «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие болей». Эта песня, узнаваемая с первых строчек, самое известное произведение Расула Гамзатова, положенное на музыку. Поэт написал его после посещения мемориала девочки Садака Сасаки в Японии, умершей от лейкемии вследствие ядерного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что выздоровеет, если сделает тысячу бумажных журавликов. Но чуда не произошло. В самолете при возвращении на родину Расула Гамзатову сообщили трагическую новость о смерти его мамы. А еще он вспомнил о погибших в годы войны земляках. Эти впечатления легли в основу стихотворения, писал поэт в статье «В небе журавли». Стихи не возникают из мелочей, я цитирую. Они начинают звучать в такт с чувствами, родившимися после глубоких потрясений. Я подумала о своих братьях, не вернувшихся с войны, о семидесятирно-сельчанах, о двадцати миллионах убитых соотечественников. Они постучались в мое сердце, скудной чередой прошли перед глазами и на миг, показалось, превратились в белых журавлей. В литературной гостиной и библиотеке произвучали стихи и песни поэта в исполнении театра поэзии «Кредо» из Пятигорска, коллектива «Трио созвездия» и школьников из Малокрачаевского района. Много говорили о значении творчества Расула Гамзатова. В каждом своем произведении Гамзатова разглашает общечеловеческие ценности. Родина, мать, дружба, любовь, верность, совесть, порядочность, мужество – это общечеловеческие ценности. На каком бы языке не писал бы поэт. Перу Расула Гамзатова принадлежат тексты хита Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни», «Я тебя никогда не забуду», Юрия Антонова и многих других. В этом заслуга не только гения поэта, писавшего на аварском языке, но и таланты его переводчиков, отмечали выступающие. Впервые песня «Журавли» прозвучала и на карачаевском языке. Ее исполнил Кемал Узденов. Субтитры создавал DimaTorzok Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Главная цель сегодняшнего праздника – добиться того, чтобы работники аптеки воспринимали не просто как продавца лекарств, а как специалиста, предоставляющего медицинское обслуживание. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 в «Вести» Карачаева, Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.